Здравствуйте! Меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Я предлагаю сегодня поговорить о том, как русский язык представлен в интернете, как меняется наше речевое и коммуникативное поведение в виртуальных сетях, и обо всем том, что можно было бы назвать русским языком в интернете. Предлагаю затронуть три базовых темы, собственно, русский язык в интернете, как представлен контент на русском языке, как выживает и живет русский язык в интернете, Второй блок связан с тем, как мы используем русский язык в собственном речевом и коммуникативном поведении, что меняется под воздействием виртуальных сетей в нашем языке. И третий небольшой блок связан с так называемым натикетом, речевым поведением в сети. Итак, если мы обратимся к количеству говорящих на современных языках, то по данным международной компании Ethnolog, а это лучшая компания, которая занимается мониторингом и описанием современных языков и их диалектов, так вот, по данным этой компании, мы русский язык и носитель русского языка находятся на почетном восьмом месте. Таким образом, мы попадаем в категорию так называемых языков-гигантов. Как видно из таблицы, по последним данным, 166 человек называют русский язык родным. И по данным того же Ethnolog, как минимум в 16 странах русский язык используется достаточно часто и имеют какой-то зафиксированный статус от государственного до языка межнационального общения. Однако, мы должны понимать, что языки по-разному представлены в интернете, и, собственно говоря, такого рода проблематикой занимается бурно развивающейся сейчас направление эколингвистика. Никто никогда не скажет вам наверняка, сколько существует языков. Считается, что как минимум 7100, допустим, по данным того же Ethnolog, это 7117 языков. Но доподлинно известно, что 90% существующих ныне языков имеют меньше 100 тысяч носителей. Более того, по данным ООН, и эта статистика озвучивается на протяжении последних десятилетий, каждый месяц в мире исчезает как минимум один или два языка. Что это значит? Что умер последний из носителей того или иного языка, того или иного диалекта. По данным того же Ethnolog и ООН, которые выпускают специальную книгу исчезающих языков, как минимум полторы тысячи языков находятся в состоянии риска вымирания, и около тысячи реально исчезнут на наших глазах. То есть, мы таким образом утрачиваем какие-то элементы общечеловеческой культуры, общечеловеческой цивилизации. Если же мы обратимся к данным ООН 2015 года, и, к сожалению, более свежих мы пока не найдем, то в интернете мы можем использовать не более 500 языков. Что это означает? Это означает, что если вы носитель какого-то небольшого языка, который имеет письменность, но не имеет соответствующих компьютерных кодировок, то, скорее всего, на этом родном языке вы не сможете общаться в интернете. Более того, вы можете найти информацию на родном языке, но, например, Facebook поддерживает только 80 языков, и это означает, что, опять же, на родном языке вы не сможете общаться со своими одноклассниками, со своими коллегами, если у вас есть профайл в Facebook, но нет соответствующей кодировки. В этом смысле русский язык, безусловно, находится в хороших условиях. Понятно, что русский язык полностью представлен во всех виртуальных средах. Существует возможность завести профайлы в Facebook, в Twitter, в LinkedIn. И, более того, по данным теперь же немецкой компании W3Techs, которая мониторит разнообразный контент в интернете и занимается наблюдением именно над тем, какие сайты наиболее популярны в тот или иной период времени, какова динамика использования тех или иных социальных сетей. Так вот, по данным на конец мая 2020 года, контент на русском языке занимает почетное второе место после английского. Понятно, что английский язык в ближайшие десятилетия, а то и века, в интернете никто не догонит и не перегонит, но с 2014 года русский язык занимает, еще раз подчеркну, второе место. Как мы видим, 8,6% всего контента, всего содержания в интернете, это содержание, написанное на русском языке. И это еще одно доказательство того, что русский язык действительно занимает почетное место среди официальных языков ООН и среди языков, так называемого, межнационального общения. Более того, мы понимаем, что огромное количество информации современный человек, особенно молодой человек, напомню, что по данным Организации Объединенных Наций и Всемирной Организации Здравоохранения, молодыми у нас считаются людьми до 35 лет. Так вот, мы понимаем, что огромное количество информации современный человек, современный пользователь получает из Википедии. И если мы посмотрим на данные Википедии на конец мая 2020 года, то видим, что с русским языком здесь, опять же, все в порядке. Мы уже на седьмом месте по количеству статей, которые написаны на русском языке. И, собственно, за последние 10 лет эта ситуация практически не менялась. Первая десятка самых популярных Википедий или самых больших Википедий написана на одних и тех же языках, и этот список не меняется. В этом смысле мы, опять же, должны понимать, что русскоязычная Википедия обслуживает нужды не только россиян и не только Рунета. Мы можем попасть в русскоязычную Википедию из любой страны мира и можем попытаться найти необходимую нам информацию, даже если мы находимся или, условно говоря, живем в Австралии, в Африке или в Америке. В этом смысле Википедия, как некий транслятор, в том числе и научных знаний, играет, безусловно, важную роль, и русский язык здесь не сдает свои позиции. Однако мы должны очень четко понимать, что интернет и виртуальное общение чрезмерным образом влияют на, собственно, поведение русскоязычных людей в интернете и даже отчасти на русский язык. В этом смысле мне хотелось бы напомнить о существовании такой очень интересной концепции американского ученого Больтера Онга, как устность. Онг применительно к фольклору и к смешению цивилизационных пластов и цивилизационных культур говорил о том, что мы можем выделить устность и устное бытование слова и письменно. Это, собственно говоря, понятно. Однако к середине 20 века по идее Онга мы попадаем в ситуацию вторичной или новой устности. Интересно, что эта концепция, которую Онг разрабатывал в конце 70-х, в начале 80-х годов, то есть в до интернет эпоху, замечательным образом ложится на современное бытование языка. Все чаще ученые говорят о том, что мы находимся вот в этой вот культурологической ситуации вторичной устности. И в этом смысле я не случайно на слайд вынес знаменитую берестяную грамоту новгородского мальчика Анфима, который не только учил русский язык, родной ему язык, с помощью написания тех или иных букв или слов на берестяных грамотах, но еще и рисовал. И вот этот рисунок, на мой взгляд, замечательным образом напоминает знаменитый мем «Привет, медведь». Так вот, мы можем говорить о том, что типологически, с культурной точки зрения, наше поведение в интернете, то, как мы используем язык и все, что с ним связано, а я имею в виду так называемые креализованные тексты, то есть тексты, которые содержат не только вербальную, но и визуальную информацию, Так вот, мы типологически похожи на ситуацию, которая, например, на Руси была в самом-самом начале государственности. В этом смысле мы должны четко себе отдавать отчет в том, что язык сейчас, не только русский, а вообще любой язык, приобретает некую третью форму бытования. Со школьной скамьи мы помним, что языки делятся на... что языки существуют в письменной и устной форме. И вот только когда был изобретен интернет в версии 2.0, когда появилась кодировка HTML, когда мы увидели интернет в том виде, в каком он существует сейчас, и когда мы стали пользоваться социальными сетями, форумами, мессенджерами, и вообще, когда интернет активно вошел в нашу жизнь, мы вдруг осознали, что язык, которым мы пользуемся в социальных сетях, это не устный и не письменный язык. А какой? Вот это и вызывает вопрос и живой интерес у нынешних лингвистов, потому что получается, что мы обнаружили некую новую ипостась существования языка, на которую, условно, сейчас, вот на самом-самом начале изучения этого феномена, можно было бы назвать текстинг английским словом, который первоначально означал язык СМС. И уже тогда было понятно, что язык СМС это не совсем письменный язык и не совсем устный. Почему? Потому что принципиально по-разному мы пользуемся языком в устной непринужденной разговорной речи и на письме. Ну, как минимум, первое, что приходит в голову, когда мы пытаемся разграничить устный язык от писанного, это спонтанность и степень подготовки. Согласитесь, что когда мы пишем текст, мы его все-таки в норме перечитываем, прежде чем отправить, допустим, деловое письмо, неплохо было бы посмотреть, все ли знаки препинания расставлены на местах, все ли орфографические правила использованы. Занимаемся ли мы это? Делаем ли мы так же, когда отправляем СМС-сообщение? Безусловно, скорее всего, нет. И если мы, положа руку на сердце, признаемся себе, всегда ли мы отправляем сообщение маме, коллеге или лучшему приятелю, всегда ли мы перечитываем, отправляя это сообщение, думаю, что большинство из нас скажет, что нет, бывает, что и не всегда. Сейчас текстинг все чаще используют для обозначения вот этой вот новой, гибридной, как это принято говорить у ученых, формы бытования языка в интернете. Она не устная и не письменная. Что же выделяет вот эту новую форму, что же отделяет эту новую форму от устной и письменной речи? Ну, во-первых, мы все-таки не говорим, да? И в этом смысле в конце нашей беседы мы вернемся к проблеме голосовых сообщений. Все-таки в большинстве случаев мессенджеры и общение в интернете мы используем для того, чтобы что-то печатать. Печатать, заметим, да, а не писать. И это тоже когнитивно отличает интернет-коммуникацию, интернет-язык от письменной речи. Почему? Потому что от нас не остается почерка, от нас не остается размера букв. Все, что мы можем делать, это играть со шрифтами, можем выделить его курсивом, можем что-то подчеркнуть, можем что-то зачеркнуть, используя таким образом один из приемов графических, существующих в интернете. Но в целом все-таки, да, мы понимаем, что это речь, которая больше похожа на письменную, неженая на устную. Одновременно в текстинге или в интернет-коммуникации зачастую, и это особенность не только русскоязычных людей, это характерно для любого фонетического письма или любого орфографического письма, построенного на буквенном принципе, постоянно нарушаются орфографические пунктационные нормы. Более того, уже написано несколько статей, посвященные всего лишь одному пунктационному знаку, я имею в виду точкам, которые современные молодежь или люди, которые привыкли общаться через интернет, используют гораздо-гораздо реже, именно потому что точка, поставленная по правилам русской пунктуации в конце предложения, воспринимается адресатом, скорее всего, как категоричный тон или даже нежелание общаться. Поэтому будьте внимательны с тем, как вы отправляете ваши сообщения. Дальше. Из-за того, что у нас нет голоса, у нас нет мимики, у нас нет всего того, что мы привыкли считывать, когда общаемся с нашим собеседником в непринужденной обстановке тет-а-тет, вживую, офлайн, получается, что мы должны как-то компенсировать вот это отсутствие того, что в науке называется паралингвистических или невербальных компонентов коммуникации, и в результате все, что у нас остается, это, опять же, графические приемы. То, что не было характерно для письменной речи до интернет-эпохи, и то, что используем мы сейчас, когда общаемся в интернете. Следующая важная характеристика текстинга – это так называемая гипертекстуальность. Думаю, что каждый из нас получал сообщение, в котором не было практически ничего, кроме ссылки. То есть, зачастую общение между людьми превращается в передачу неких ссылок, неких референсов, неких текстов к другим текстам. И, собственно говоря, это тоже не характерный для до интернет-эпохи формы коммуникации, не характерный прием. Так как мы зачастую в сети анонимны, если мы берем общение, допустим, на форумах или чатах, где огромное количество пользователей выступает под прозвищами, никнеймами. Так как мы зачастую хотим быть услышанными, каждый из нас является, безусловно, личностью и хочет быть индивидуален, то все вот это создает определенные ситуации повышенной экспрессивности. То есть, мы хотим быть уникальными даже вот в этом бесписьменном, беспочерковом, безголосовом пространстве, поэтому пытаемся разнообразить собственную речь не только какими-то графическими выделениями, но и эмотиконами, о которых мы тоже немножко поговорим. Ну и все вместе это приводит к некой языковой оригинальности, которая в первую очередь проявляется, безусловно, в языковой игре, в том, как мы шутим. И это тоже очень серьезным образом трансформируется на наших глазах. Условно говоря, те мемы или те шутки, над которыми веселятся интернет-пользователи, будут практически непонятны представителям старшего поколения, если они не погружены в виртуальную среду. Итак, если подвести итог, то мы можем говорить о том, что текстинг или интернет-язык, интернет-коммуникация может быть определена как определенного рода гибридная речь, в которой есть элементы и устной речи, потому что мы все-таки тяготеем к диалогу, текстинг всегда построен как вопрос на ответ на единство, это термин, который мы можем взять из традиционного синтаксиса, и одновременно к монологу, потому что мы порождаем некие высказывания, да, безусловно, в надежде на то, что нас услышат и нам ответят, но в первую очередь все-таки это монолог. Возьмем классический пример ситуации с постом в Фейсбуке, который мы пишем, и тут же можем получить какие-то реплики, а можем остаться только с лайками. В качестве одного из проявлений того, как трансформируется наш язык под воздействием интернета, можно привести пресловутые сокращения. И вот в свое время я нашел на профессиональном сайте переводчиков пост от 2011 года, где переводчики жаловались друг другу, что они не могут определиться с ситуацией, когда с английского на русский или с русского на английский надо перевести элементы, связанные как раз с интернет-коммуникацией. Смотрите, 10 лет назад, да, профессиональные переводчики столкнулись с тем, что не всегда могут выйти из такого рода ситуаций. И вот, кстати, наличие сокращений – это, с одной стороны, характеристика именно разговора речи. Можно вспомнить, что еще в середине 20 века на полном серьезе обсуждалась возможность внесения в русские орфоэпические словари формы «счас» и «тыща», вместо правильных и литературных «сейчас» и «тысяча». Понятно, что в повседневной интернет-практике мы почти уже не увидим в речи молодых людей полностью написано слово «сейчас», достаточно просто «счас» или «счас», или просто «ща». В этом смысле для меня был откровением тот факт, что в речи школьников зачастую довольно-таки активно используется форма просто «шко». «Идем завтра в школу» или «завтра в школу не надо идти». Вот такого рода приемы, которые, опять же, с одной стороны, характеризуют устную речь, активно используются в интернет-коммуникации, и это как раз проявление вот этой вот смешанной гибридной формы бытования языка. Она не устная, безусловно, но и не совсем письменная. Более того, мы можем говорить о том, что сама коммуникация в интернете строится по непривычным для нас правилам, да, или для нее характерны те особенности, которые не характерны ни для письменной, ни для устной речи. И в первую очередь это пресловутая анонимность. Об этом очень много говорят психологи, например, в связи с киберболингом, с тем, как подростки ведут себя в интернете, с представлением о интернет-правильном поведении. И в этом смысле, конечно, анонимность – это, с одной стороны, главная беда интернет-коммуникации, но и, с другой стороны, это главный аргумент в пользу свободы интернета. Понятно, что все, что касается языка вражды, риторики, ненависти, хейтерства, это все возможно в интернете во многом благодаря тому, что интернет продолжает быть анонимным. И если мы наше интернет-поведение ограничиваем исключительно рамками социальных сетей и каких-нибудь милых форумов, то это замечательно, но огромное количество интернет-пользователей появляется в интернете либо в режиме инкогнито, либо под какими-то никнеймами, от которых ничего, собственно говоря, реального не остается от конкретных персонажей. И это, безусловно, одна из специфик того, почему люди ведут себя тем или иным образом в интернете. Второй момент, о котором мы тоже говорили. Отсутствие классических невербальных компонентов коммуникации приводит к тому, что пользователи активно используют разного рода графические элементы, гифки, мемасики, картинки, стикер-паки и так далее и тому подобное. Все это от необходимости хоть как-то выразить себя индивидуально, и не случайно все вот эти вот креализованные, визуализированные элементы текста так бурно, пользуются такой бурной популярностью среди молодежи. При этом мы понимаем, что интернет-коммуникация, в отличие от физической коммуникации, коммуникации оффлайн, добровольно и выражает мое желание участвовать или не желание, или не желание участвовать в том или ином акте общения. Условно говоря, если на улице с нами начинают заводить разговор, мы обязаны как-то прореагировать. В интернете мы можем просто не отвечать на те или иные реплики, мы можем человека забанить, если он нам почему-то кажется неприятным, или можем отправить его в игнор, если полагаем, что он нарушает нашу privacy, например. Опять же, интернет-коммуникация – это в высочайшей степени экспрессивная и эмоциональная коммуникация, именно поэтому мы так часто используем разного рода эмотиконы, эмодзи, шутки, картинки и так дальше. Все это приводит к нетипичному и с точки зрения классической теории коммуникации не всегда нормативному поведению. И опять же, подчеркну еще раз, что интернет – это, конечно, замечательное ресталище для языковых игр. Более того, огромное количество современных работ по лингвокреативности как раз и связано с изучением вот этого самого игрового начала, как мы пользуемся языком в интернете, каковы принципы, новые принципы, новые языковые игры. Мы можем говорить о том, что в интернет подарил нам, собственно, специфические жанры, которые не существовали в до интернет-эпоху. Это, например, демотиваторы, которые, мне кажется, уже пережили свой рассвет, но до сих пор появляются работы, которые изучают специфику как раз взаимодействия визуального картинки и вербального подписи к этой картинке. На этом стыке классический демотиватор приводил кого-то, наверное, к каким-то рефлексам, в том числе и языковым. Это интернет-мемы, это то, о чем так много говорят сейчас, и о чем мы сейчас скажем несколько ниже. Это разного рода коллажи, зачастую находящиеся за пределами добра и зла и выражающие чье-то чувство юмора, я имею в виду так называемые фото-жабы. Ну и это литературное творчество, ведь тема сететуры, тема литературы в сети – это отдельный большой блок для разговора, и существуют уже целые университетские курсы, посвященные тому, как художественный текст существует в интернете, как художественный текст трансформируется под воздействием сети, и как, собственно, сеть и интернет-эпоха отражены в художественных текстах. Ну и вот в качестве, на мой взгляд, замечательных примеров народного творчества, связанных с художественными текстами, можно привести жанры пирожков и порошков, которые пользуются невероятной популярностью в Рунете. Ну и чтобы подчеркнуть еще раз принципиальное отличие когнитивного плана между старшим поколением и поколением интернет-пользователей, которые, собственно, живут в интернете как рыба в воде, я бы два слова сказала по поводу интернет-мемов. Само понятие мем было введено еще в 1976 году знаменитым биологом Ричардом Докинзом, и мы понимаем, что это до интернет-эпоха. То есть в концепции этого знаменитого ученого мемы – это своего рода культурные гены, которые транслируют культуру из поколения в поколение, так же, как гены записывают биологическую информацию и передаются от родителей к детям, внукам и так далее. И вот когда в 1976 году Ричард Докинз выдвигает эту теорию, она пользовалась определенной популярностью, и в Америке, например, выходило несколько журналов, которые изучали меметику, это так называлось направление, связанное с исследованием культурных мемов, потом об этой теории благополучно забыли, и вот в связи с развитием интернета вдруг возник ренессанс того, что сейчас принято называть мемами. Это фрагменты культурной информации, зачастую вирусного характера, которые транслируются в первую очередь через сеть. И надо очень четко понимать, что если мы хотим исследовать интернет, понимать, как человек использует язык в интернет-коммуникации, то мемы – это одно из самых показательных особенностей речи современных интернет-пользователей. Условно говоря, по наличию или отсутствию на письме тех или иных мемов мы можем делать определенного рода выводы о языковой личности самого говорящего, самого интернет-пользователя. Цели у интернет-мемов бывают разнообразны. В первую очередь, безусловно, это развлечение, это то, что связано с шутками, с языковой игрой, о которой мы много говорили. С другой стороны, интернет-мемы могут использоваться и в качестве провокации, в качестве речевой агрессии, и об этом очень много пишут сейчас детские психологи, потому что именно через, казалось бы, для взрослого, казалось бы, безобидные мемы могут осуществляться киберболлинг, кибертравля, унижение человеческого достоинства, и это отдельная очень серьезная тема. С другой стороны, в качестве мемов очень часто продвигается интернет-реклама, и зачастую то или иное мило снятое видео в конце сопровождается тем или иным рекламным содержанием, буквально это может быть просто, бренд той или иной фирмы или интернет-ссылка на ресурс той или иной компании, которая таким образом продвигает свой продукт. Ну и еще раз подчеркну, что, к сожалению, мы живем в серьезное время, и зачастую интернет-мемы могут использоваться в качестве какого-то мошеннического орудия через сеть интернет, все, что касается фишинговых операций и так дальше. При этом, если мы хотим разбираться в современных актуальных мемах, то могу рекомендовать довольно-таки интересный, хотя еще и не развернувшийся на полную мощь, как мне кажется, интернет-ресурс как мемипедия. Здесь вы можете отследить и наиболее актуальные на нынешний момент мемы, которые существуют в Рунете, и даже историю появления этих мемов, и то, что называется информационные волны. Иногда мемы уходят, а потом вдруг неожиданно возвращаются, и вот такого рода процессы тоже отражены в мемипедии. Еще один важный момент, связанный с этикетом, и, собственно, последний из блока о том, как мы пользуемся языком в интернете, это эмотиконы или эмоция. Дело в том, что из-за того, что наша речь в интернете не является, собственно, устной, не является письменной, нужно было создать какие-то орудия выражения эмоций. И в этом смысле мне невероятно нравится мысль Владимира Владимировича Набокова, который в 1969 году в интервью одному из американских журналов жаловался на то, что ему как писателю, величайшему стилисту, добавил бы я от себя, не хватает определенных значков для выражения радости или улыбки. И вот тогда, опять же, в доинтернет-эпоху, Набоков предлагал использовать уже существовавшие типографские знаки для того, чтобы выразить, например, радость. Первоначально существовало всего лишь четыре типы эмотиконов, они запатентованы, поэтому можно даже сдать официальную дату рождения вот этих комбинаций двоеточий и открывающие-закрывающие скобки, это 1982 год. Чуть позднее, уже в конце 90-х годов, такого рода комбинация знаков переносится в картинки, и мы до сих пор имеем вот эти вот обозначения в виде определенных эмотиконов, и в виде смайликов, в виде улыбки, грустной улыбки, подмигивания и так дальше. И вот последний этап развития такого рода графических систем, который мы дополнительно используем в интернете, это эмодзи, слово, которое обозначает выражение не только уже эмоций, но и продуктов питания, и национальности, и направлений, и так далее, и тому подобное. Мой любимый вопрос к студентам, как вы думаете, сколько существует эмодзи сейчас? Дело в том, что есть определенный список этих графических элементов, и есть специальная комиссия, которая занимается тем, что удостоверяет официальный характер тех или иных эмодзи. Если кто-то из нас думает, что он может нарисовать любой значок и запустить его дальше в сеть, то это слишком наивное представление о том, как жестко устроена современная сеть. Вот в качестве примера могу привести мем, который появился буквально уже в марте, в ситуации, когда современный мир попал в режим пандемии, в столкнулся впервые за долгие годы с масштабной катастрофой, скажем так, микробиологического характера. И вот, пожалуйста, моментально шутники, интернет-пользователи перерисовали все уже известные эмодзи и на них на всех надели вот эти вот пресловутые маски. Видите, как быстро интернет может реагировать на явления социальной действительности. При этом надо понимать, что эмодзи-коны зачастую создают коммуникативные сбои. И это основная проблема, связанная с использованием эмодзи в интернет-коммуникации. В качестве примера я обычно привожу мой личный опыт общения с лучшей подругой, которая не смогла расшифровать классический, казалось бы, для использующих интернет значок двух сложных рук. И если вы думаете, что этот значок означает «спасибо», как думал я, когда отправлял это сообщение, то вы, как и я, сильно ошибаемся. На самом деле правильное, то, что называется в науке, семиотическое значение этого значка означает «дай пять». Я оставляю за скобками именно это обозначение, но, если вы хотите проверить, можете воспользоваться соответствующими ресурсами в интернете. И последний блок вопросов, на котором я хотел бы остановиться, это так называемый «нетикет». Слово портмоне, состоящее из двух частей – «нет», «сеть» и «этикет». Собственно, «этикет». Этот термин, обратите внимание, еще в 1994 году вела американская лингвистка, специалист в области интернета, Вирджиния Ши. Вот тогда, в 1994 году, она предложила очень простой, казалось бы, свод из десяти правил того, как человек должен вести себя в интернете. К сожалению, до сих пор этот список носит рекомендательный характер, и огромное количество людей, которые выходят на просторы интернета, не то чтобы не знают о существовании вот этих вот правил, но даже не задумываются о том, что вообще-то поведение в интернете должно иметь какие-то свои правила, какие-то свои ограничения, какие-то свои регламентации. Если вдуматься, то ничего сложного в этих правилах нет. Но из-за того, что человечество так недолго живет в ситуации всемирной сети, а, собственно говоря, интернету, вот в нашем понимании, не больше четверти века, именно по причине вот этой вот новизны мы не всегда осознаем, что общаясь через экран, общаясь через виртуальные сети человека, мы общаемся все равно с человеком. Да, мы его не видим, да, мы не знаем, что он сейчас чувствует, да, мы не можем разглядеть тонкие движения его лица, но при этом получается, что зачастую мы можем сказать что-то так, что обидит человека или заставит его захлопнуться, если же мы будем помнить о том, что каждый раз, когда мы общаемся с тем или иным собеседником, перед нами такой же живой человек, как мы сами, то, наверное, огромное количество проблем, связанных с речевой агрессией, с хейтерством, с языком вражды уйдет. Ну и вот в качестве примера того, как может выглядеть нарушение этикета, то можно сослаться на статью в Википедии, и мы понимаем, что даже здесь интернет-язык, интернет-коммуникация серьезным образом отличается от коммуникации в письменной или от коммуникации в устной форме. Понятно, что никаких речевых тактик в виде флуда или флейма не существовало в до интернет-эпоху. Для того, чтобы начать спамить, то есть отправлять какие-то не имеющие отношения к теме разговора или вообще не интересные для нашего собеседника фрагменты информации, нужно было придумать виртуальную сеть. Можно задуматься над тем, как велик этот список. В данном случае мы видим всего 9 позиций, но думаю, что с каждым годом интернет нам будет подбрасывать все новые и новые формы нарушения этикета. Возникает вопрос, откуда же возникают, собственно, правила поведения в сети. Здесь я мог бы рекомендовать очень интересную книгу Ольги Лукиновой, которая вышла в 2020 году и называется «Цифровой этикет». Вот в этой книге, в частности, не только описано правила поведения современного пользователя в сети, в деловом сегменте, в межличностном общении, в том, что касается цифровой репутации, но и откуда пошли, собственно говоря, эти правила. И вот исследовательство выводит как минимум 5 источников. Мне они нравятся, потому что если задуматься над тем, а как, собственно, люди придумывают правила поведения, в том числе в интернете, то можно сослаться на то, что вообще-то всегда существовали некие исторические своды правил. То есть понятно, что оскорблять человека, в каком бы состоянии мы ни находились, негоже, это запрещено. Или, например, здороваться и прощаться нужно всегда, вне зависимости от того, знаете ли вы хорошо этого человека, если даже это ваша мама или ваш лучший любимый брат, это не означает, что вам нужно начинать письмо просто сразу с проблемой, к которой вы обращаетесь. Это, собственно, рекомендации по деловому тикету, они никак не устарели, и если издревле повелось так, что в конце вы должны поставить свою подпись, то следует каждый раз подписывать свое письмо, особенно если вы обращаетесь к незнакомому или малознакомому собеседнику, и, соответственно, негоже отправлять письма, в которых нет автора этого письма. Тут можно говорить о пресловутой запятой после с уважением, ставить ее или не ставить, но в любом случае вот эту фразу или хотя бы написать ваш или с наилучшими пожеланиями необходимо. То есть любое письмо, даже если оно цифровое, должно иметь некую рамку. Это опросы пользователей. Интересно, что огромное количество правил на тикета вырабатывается в самой среде, когда люди договариваются, можно или не можно использовать ту или иную фразу. И вот огромное количество источников говорит о том, что фраза «доброго времени суток», которую пытались навязать в начале 21 века интернет-пользователям, все-таки до сих пор осознается как неудачная, потому что это скорее... Вот сама эта форма в качестве приветствия нарушает сразу несколько конвенций, которые существуют в русском этикете. Это те же самые интернет-мемы. Оказывается, они тоже позволяют говорить о том, как правильно или неправильно себя вести, ну и наличие неких корпоративных стандартов. Можно было бы закончить нашу лекцию вот этим вот замечательным мемом, который родился в интернете, а потом перешел в устную речь, и я уже несколько раз его слышал на улицах и Петербурга, и Москвы. Ой, все. Но Блясё Блясё предполагает, что я должен был бы сослаться на список литературы, и вот эти как минимум пять замечательных книг можно рекомендовать для аудитории любого возраста и любого уровня образования. Ну и в конце я хотел бы, попрощавшись, напомнить, что в интернете мы все все равно, конечно же, человеке. Мы все говорим на родном, любимом русском языке, и только от нас самих зависит то, как мы будем им пользоваться, то, насколько успешно мы будем в интернет-коммуникации, то, насколько мы будем милы нашим интернет-собеседникам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!